Советские солдаты, первые жертвы Холокоста в Освенциме. Мануэль П. Вильетер, Обч.с, Испания. 17 марта 2018 года. Летом 1941 года, когда план по окончательному решению еврейского вопроса еще не был принят, Рудольф Хос, Рудольф Ос, отдал приказ запереть 600 пленников в блоке номер 11, блоке смерти, лагеря с венцима и испробовать на них страшный удушающий газ циклонб. Это стало началом массовых убийств, в частности операции в Венгрии, вина за которой была возложена на недавно умершего Оскара Грёнинга. Оскар Грёнинг было 14 мая 1944 года. До того, как Адольф Гитлер застрелится из Вальтера П.П.К., оставалось всего 11 месяцев. Именно в тот день, необычайно спешно, в Польшу стали прибывать 400 тысяч пленных венгров. 300 тысяч из них умрут в газовых камерах наиболее печально известного концентрационного лагеря Второй мировой войны, Освенцима. Эти тяжкие преступления, в которых обвинили бывшего офицера СС Оскара Грёнинга, умершего в этот четверг на 97-му году жизни, стали частью систематического истребления евреев, цыган, гомосексуалистов и других, что было подготовлено Третьим Рейхом. Надо отметить, что преступления, совершенные в Освенциме, были результатом долгих исследований. Они доводились до совершенства врачами, месяцами искавшими способ массового убийства, который был бы быстрый и не приносил психологических травм палачам. Волшебное средство было найдено в сентябре 1941 года. Именно тогда офицеры СС заперли в блоке номер 11 сотни советских заключенных, военнопленных, как утверждает большая часть источников, и впервые в истории массово применили знаменитый газ Соклонб. Это печальное убийство стало началом Холокоста. С чего все начиналось Освенцим, где было убито от миллиона до полутора миллионов человек. Изначально задумывался совсем не как концентрационный лагерь. Его строительство началось в мае 1940 года, и создавался он как пересыльный пункт для заключенных, переправляемых в Германию в качестве рабочей силы. Однако и он строился не на пустом месте. При постройке были использованы старые бараки, оставшиеся от польских войск, которые располагались в 20 километрах к западу от Кракова. Очень скоро лагерь стал нервным узлом нацизма. Как утверждает Мемориальный музей Холокоста США, унитет статья «Салачауст Мемориал Мусиум», первыми заключенными Освенцима были немецкие рецидивисты, привезенные из концентрационного лагеря за Ксенхаузен, и польские политические преступники из города Лотц, доставленные из лагеря до Хауи Старного. В то время комендантом Освенцима был Рудольф Хёс, занимавший эту должность до ноября 1943 года. Вскоре это место превратилось в тюрьму, которая стала выполнять те же функции, что и другие подобные учреждения, содержать врагов нацизма, предоставлять Германии бесплатную рабочую силу и в отдельных случаях служить местом казни преступников. В конце 40-го года, через полгода после своего открытия, в лагере содержалось 7900 заключенных, размещенных в бывших военных бараках, кирпичных зданиях в один-два этажа, пишет профессор Лондонского университета Бербек Николаус Ваксман. Николаус Вачсман, в своей главной работе «История нацистских концлагерей» К.Л. «Айстрофтоназичанчентратиончампс». Расширение лагеря не было случайным. Освенцим рост благодаря поддержке немецкой компании «Икфарбен», «Икфарбен», добывавшей поблизости уголесоль. Компания «Икфарбен» купила две шахты, «Фюрстенгрубе» и «Яниногрубе», на которых работали депортированные евреи. На всех этапах работы этой гигантской каменолом не происходило сотрудничество СС «Икфарбен», пишет Мириам Анисимов в книге «Прима Леви» или «Трагедия оптимиста». «Прима Леви – трагеда фан-оптимист». Ненависть к красным всего через пару месяцев значима из таких лагерей, как Освенцим, резко возросла. В результате ввода немецких войск в СССР 22 июня 1941 года, согласно плану Барбаросса, в Германию хлынули тысячи советских пленных. Тысячи людей, вызывавших в нацистах сильнейшую ненависть. После того, как Германия напала на Советский Союз, применение концентрационных лагерей как площадки для истребления неугодных, не значившихся в официальных списках заключенных, стало особенно необходимо, пишут Дебора Дварк и Роберт и Ян Ван Пилт в книге «История Холокоста», «Алачауст», «Айстеры». Почему ненависть немцев по отношению к русским так возросла?» По словам Дворка и Яна Ван Пилта, это произошло вследствие легенды об ударе ножом в спину, возникшей после поражения Германии в Первой мировой войне. Эту теорию поддерживает Мануэль Мороспинья. Мануэль Мороспена, в книге «Врачи Гитлера», так правительство попыталось заставить население поверить, что немецкие солдаты, готовые до последней капли крови защищать на фронте свою страну, были преданы советскими евреями. Другими словами, легенда об ударе ножом в спину утверждает также, что именно русские контролировали социал-демократов, позволивших Ленину выйти 15 апреля 1917 года со станции Цюрих и пройти всю Германию, чтобы возглавить революцию. В одном из писем Гитлера, собранных британским историком Хью Тривором Рапером, Ук Тривор Рапер, в книге «Застольные разговоры Гитлера», фюрер ясно выражал свою ненависть к русским, а также представлял планы по уничтожению советских пленных, и я приказал Гиммлеру, чтобы, когда будут основания опасаться осложнению нас, он устранил все, что найдет в концентрационных лагерях. Таким образом, одним ударом, мы заберем у революции ее вождей. Гиммлер, предвидя желания Гитлера, не стал дожидаться, пока возникнут осложнения. Свои силы он направил на русских военнопленных и поручил это дело Рейнхарду Гейдриху, Рейнард Идрич. Оставался вопрос, где их убивать? А с Венцем был хорошим выбором. У Гиммлера под контролем были порядка 40 квадратных километров вокруг лагеря. Там он мог делать все, что пожелал, пишут специалисты, дополнявшие работу Хью Тревора Ропера. Альтернатива после того, как план по уничтожению пленных и всех нежелательных элементов, не согласных с Рейхом, был утвержден, окончательное решение еврейского вопроса произошло только в феврале 1942 года. нацисты оказались перед выбором, как лучше расправиться с ними без использования огнестрельного оружия. Ведь расстрел, по мнению Рудольфа Гесса, Рудольф С., был крайне пагубен для морального духа палачей. И он был абсолютно прав. Пример других лагерей, таких, как Заксенхаузен, показал, что убийство заключенных имело негативное влияние на психику военных. Здесь же, в Освинциме, изобретали новые способы убивать, например, стреляя в затылок осужденного через дырку в стене. Сначала нацисты попытались решить проблему, используя угарный газ. До этого его уже применяли по программе умерщвления Т-4 для уничтожения умственно отсталых людей и инвалидов. Сначала планировалось применять газ в душевых комнатах, но вскоре нацисты догадались, что процесс сильно упростится. Если убивать заключенных рядом с крематорием. Так появились душегубки, грузовики, в которые помещались пленные и куда из мотора по трубке поступал смертельный газ. Если быть точнее, первые испытания этих машин были проведены в Заксенхаузене. Заключенным приказали заходить в грузовик уже раздетыми. Далее заводился мотор, а когда машина подъезжала к крематорию у Заксенхаузена, все, кто находился внутри, были уже мертвы, а их тело имели розоватый оттенок из-за действия газа, добавляет специалист. Циклон-Б в конце концов, врачи СС отвергли все остальные варианты и остановились на синильной кислоте. Циклон-Б, изначально предназначавшийся для уничтожения крупных насекомых в зданиях и на заводах, имеющий запах горького миндаля и марципана. Синильная кислота легче воздуха, и, как объяснила в своем свидетельстве против бывшего офицера СС судебный врач из Университета Гамбурга и Пендорфа Свенандерс, Свенандерс, она проникала в легкие и блокировала клеточные дыхания. После проникновения в тело циклон-Б прежде всего поражал сердце и мозг. Среди первых симптомов – жжение в груди, как при спазматической боли или при эпилептическом припадке. Смерть от остановки сердца наступает через несколько секунд. Это один из самых быстродействующих ядов, добавил судебный врач. По словам Свенаандерса, вещество вызывало страшную боль, сильнейшие судороги и сердечный приступ в течение нескольких секунд. И это в лучшем случае. Меньшая доза вещества при попадании в организм могла вызвать мучительную смерть в течение получаса. Интоксикация в малых дозах приводила к блокировке сосудов в легких и вызывала затрудненное дыхание. Это эффект воды в легких. Происходит углубление дыхания, потому что организму не хватает кислорода, а затем агония, добавил специалист. Мало того, его применение было гораздо проще, чем угарного газа, потому что, по словам Ваксмана, солдатам нужно было просто кидать капсулы с закачанным внутрь газом в герметичное помещение. Ничего общего с неудобными грузовиками с угарным газом, за которые так ратовали в Заксон Хаузене. Испытания после того, как были обнаружены подобные дьявольские преимущества циклоноп, начальство Свинцима решило провести полевое испытание, чтобы проверить его эффективность. По словам Ваксмана, испытание состоялось в августе 1941 года, когда солдаты СС казнили небольшую группу советских военнопленных. Процессом руководил заместитель коменданта лагеря Карл Фридж, Карл Фридж, офицер СС в отставке, который позже утверждал своим коллегам, что именно он изобрел газовые камеры в Асвинциме, добавил специалист. После этого первого испытания Рудольф Хёсна стоял на проведении еще одного, гораздо более масштабного. На этот раз была выбрана группа из 600 русских, которые, предположительно, прибыли в Асвинцим 5 сентября из лагеря Нойхаммер в Нижней Силезии. Сотни заключенных вышли из вагонов. Все они были советскими военнопленными, которых в гестапо определили как комиссаров, пишет специалист. Ночью их доставили к блоку номер 11, где их соединили с десятками других заключенных. Когда их заставили спуститься по лестнице, русские увидели еще 250 человек, лежащих на полу, нетрудоспособных из-за болезни и выбранных для казни, пишет историк. Казнь произошла быстро. Немецкие солдаты незамедлительно закрыли двери окна и побросали капсулы с циклоном Б внутрь. Когда дверь в эту преисподнюю была открыта, взором предстала поистине донтовская картина. Адам Захарский, Адам Зачарский, бывший заключенным и свидетелем этих событий, так описывал происшедшее. Картина была ужасающей. Было видно, что они перед смертью царапали и кусали друг друга в приступе безумия. На многих форма была разорвана. Я уже привык к мрачным зрелищам в лагере, но после вида этих убитых меня непроизвольно тошнило. Вина за это безвестное испытание была признана Хёсом на Нюрнбергском процессе. При этом он попытался переложить вину на Фрича. Осенью 1941 года, согласно особому секретному указанию, русские политики, комиссары и военные чиновники были перевезены из лагерей для военнопленных в концентрационные лагеря для ликвидации. В ходе следствия мой заместитель, капитан СС Фрич, по собственной инициативе, применил газ для устранения русских пленных. Он набил русских в одиночные камеры в подвале и запустил циклон Б в камеры, что привело к их немедленной смерти, утверждал на допросе начальник лагеря. Это заложило первый камень в фундамент Холокоста. Нацисты долго искали более эффективные пути. В сентябре 1941 года, в Освинциме, были проведены опыты с Соклономб, ранее использовавшимся для фумигации. В ходе этих опытов были отравлены около 600 советских военнопленных и 250 больных заключенных. Крупинки вещества при соприкосновении с воздухом превращались в смертельный газ. Тогда было доказано, что это самый быстрый способ отравления газом, и именно он был избран для дальнейшей работы Освинцима, говорится на сайте Мемориального музея Холокоста США. Хелс же в своих мемуарах гордится этим успехом. Это меня успокаивало, потому что так мы избегали моря крови. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!